Фух, наконец наделал! Наконец доделал! Уже заикаюсь! Всем привет, с вами Макс Пауэр, от WF-канал и абсолютно бесполезное видео о том, как я сделал DIY-доску. Что это такое? И как это работает? Сейчас вам посмотрю. Сейчас вам покажу, точнее. Блин, вот на что я трачу время? Но это получилось неплохо. В общем, все DIY-подделки, теперь работают на одной большой доске. Ну иначе какой смысл от них? Там была проблема последнюю доделать, вот эту вот. Она сломалась почему-то, мы ее запускали на 30 вольт, неудивительно, она опять заработала высоковольтка. Вот, 5-вольтовый модуль, модуль сердца, модуль часы, это все пищит, работает. Вот, звуковой модуль, который из хлама. Ну, почти итог наших всех видео на основном канале. Это температурный модуль, он показывает, тихо, он показывает температуру. Вот здесь у датчик стоит, видите, повышается сразу, чувствует. Можно мерить температуру тела. Это моргалка, но я так поставил большой, настолько резистор, что она очень теперь медленно это делает. Звуковая штучка, переключалка. Выглядит прикольно. Вот при слабом свете в 4К, но при очень ярком уже забивается. Вот такой будет свет на стриме и все это красиво очень выглядит. Особенно мне нравятся, конечно, неонки, это просто супер. Итак, все работает на одном блок питания. Спросите, а как это сделать? Все очень просто. Берите самый мощный, который найдете. Один ампер, полтора ампера, а лучше вообще два и даже три. Такие тоже бывают. В роутерах особенно ставят. А, вот еще забыл показать. Такая штучка есть. Тихо. Это, в общем, металлоискатель. Он работает, но пищит ужасно, просто противно. Включаются от этой релюшки 12 вольт. Итак, а как спросите, запустим модуль на 12 вольт? Вот этот, вот этот, вот этот. Вот этот может и так и так работать. Еще какой-то здесь на 12 был. А, вот эти вот основные, да. Вот весь секрет. Чтобы сделать, делать дуску, вам нужно просто один маленький модуль всего лишь. Ну, потому что все равно блок питания, который найдете, больше двух ампер не выдаст. Этот модуль как раз на 2 ампера. Он чуть-чуть греется. Ну, да, чтоб прилично. Пару кондеров еще поставьте, чтобы лучше все эти диоды горели. Будет мягкий свет, ничего не будет мерцать. Ужасная разводка, я понимаю. Кабель-менеджер не мое. Ну, как бы, короче, все 5 вольтовки подключены сюда, вместе с блоком питания. Это вот под выключатель в будущем. Такое поставлю. Ну, это еще будут модули ставиться, поэтому здесь как бы место осталось. А с него уже вот 12 вольт идет вот сюда, на другие модули. Это высоковольтный преобразователь. Вот. Он тоже, так сказать, здесь немаловажную функцию играет, потому что без него неонка не будет работать. Тихо. Чуть-то отключился. А, нет, все нормально. Все, ничего не отходит. Эта штука реагирует на звук. Вот на этом микросхеме. Вообще, китайцы придумали непонятного Фракенштейна со счетчиком. Он пашет. Это, конечно же, самый бесполезный модуль. Не выкидывать. Надо было приделать его. А этот, он даже стреляет током. Чуть-чуть совсем. Если вот так посмотреть. В 4К, наверно, видно? Там искра пролетает. Только у нас только много потребляет, что блок питания уже не выдерживает. Его, конечно, бы лучше на 24 вольта запускать. Ну, а если руками делать, то он пощипывает. Чуть-чуть. Чуть-чуть там. Такая маленькая искра противная проскакивает. Очень мало миллиампер. Вот. Поэтому я неонку поставил. Неонка она сразу показывает, что есть напряжение около него. Надо бы помощнее. Я уже заказал более мощный. Так что поставим. Тихо. Вот такая вот приколюха. Если у вас много диаметра, вы не знаете, что с ними делать, поставьте их на стенку. Вот тут крепление. Сейчас я его, собственно, прибью туда. Точнее, на штору. Я просто повешу картину или на картину. Типа там. Сзади все равно не видно. Вот. Пусть на стриме моргает. Вот. Спасибо за просмотр. С вами был Max Power. Max Power, который занимается фигней. Обещаю, видосы будут на основном канале. подождите чуть-чуть, подпишитесь, и все будет окей. А пока вот так у нас будет ночью. О, шикарно смотреться. Все. Пока. Чао-какао. У меня уже лимит на 4К здесь 5 минут. Подписка, лайк.